Всем привет народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой же сплэй канал и давайте мы вместе с вами заценим бесплатную, по крайней мере на момент выхода этого видео, игру под названием Гальсион 6, или же 6 Гальсион, или Гальсион 6, господи, да переводите как хотите, но суть это не поменяет. Игру раздают сейчас, опять же на момент создания этого видео, бесплатно в EGS, игра представляет собой что-то типа пошагово-тактическую стратегию, я пока что если честно по скриншотам сам не особо понял, что это за игра, и поэтому я хочу поделиться своими первыми впечатлениями от нее в этом видео. Если вы так же, как и я, бесплатно ее взяли в EGS, думаю вам это видео будет полезно, потому что вы сэкономите себе время как минимум на установку игры, на скачку ее, посмотрев мое видео, и поймете стоит ли она того, чтобы в нее играть, или пусть пылиться в библиотеке EGS дальше. Давайте начнем новую игру, посмотрим, тут у нас есть основная кампания, и можно кампанию без пролога пройти. Ну давайте, все по стандарту посмотрим, тут уровни сложности, лейтенант, командир, капитан, вице-адмирал, адмирал, гранд-адмирал, юэр-адмиракс какой-то, император, жесть, давайте классика, мейн-кампания, командер, все, поехали. Это начнет основную кампанию, Гальсиона 6, окей. Кстати, жалко игры на русском, нет, ну ладно. Так, поехали. Полтысячелетия прошло, в нашей, так сказать, галактике, которые сражались, всякие расы сражались друг с другом за превосходство на этой галактикой. Но, земная федерация, все-таки смогла набрать свои численные мощи и победила в большинстве конфликтов. Однако, они обнаружили очень много неземных артефактов, которые оставила после себя некая могущественная, другая цивилизация. И эти артефакты, по идее, должны положить конец бесчисленным войнам между фракциями. Один из этих артефактов находится на вашей родной планете, я так понимаю, или станции, Гальсиона 6. Коронованная, то есть корона, полная всяких драгоценных камней, была обнаружена в этом секторе. Давайте так, я не переводчик, ребят, извините, я очень плохо с английским дружу, стараюсь перевести как могу. Так, некий адмирал Бремахандра ввел этот флот. Ну и, короче, он был просто офигенным мужиком, да, и он пытался разгадать все тайны этих артефактов. Но на сегодняшний момент станция получает не очень благоприятные новости. Короче, 12-й флот возвращается в пространство Федерации. И, короче, адмирал отбывает по каким-то своим делам и оставляет вас главным этой станции. Значит, это станция наша, получается. Так, приготовьтесь к броску, то есть к прыжку, точнее, к броску. Ну и Тиранская Федерация. Прикольно. Так, адмирал, мы прибыли на точку встречи. И никаких признаков, никаких сигналов приветствия нет. Ничего на датчиках. Может быть, мы слишком рано? Так. Капитан, проверьте еще разочек ваш сигнал. Четвертые и восьмые флоты должны были здесь с нами воссоединиться. Адмирал, я ничего не вижу на сенсорах, вообще ничего. Даже не намека на флат Федерации. Возможно, что-то приближается слишком мощно, сэр. Я никогда такого не видел, сэр. Это похоже на портал. Да, реально портал. Адмирал, мы получаем сигналы о множественных кораблях неизвестного происхождения. И они направляются к нашей позиции. Возможно, они выходят из этого портала. Неизвестные объекты. Я повторяю, неизвестные объекты. Надо немножко покреативить. Ну, давай покреативим. Так, короче, неизвестные объекты это чертовы пришельцы какие-то, да? Ну, ладно, давайте просмотрим. Блин, это то, ради чего мы здесь и собрались. Так, командир, они заряжают свое оружие. Мы должны приготовиться к атаке и начать зал первыми. Нажмите на подсвеченную иконку. Окей, это у нас инсизор бим. А, это ты, он стреляешь. То есть, у нас три корабля. Ну да, по сути, тактика. Так, и нацельте на корабль врага. Пью. Хорошо. Так, дальше. Давайте сделаем бэкстеп маневр. То есть, бэкстеп... По идее, мы уворачиваемся и наносим урон. По вот этому, давай. Хорошо. А, или типа ты наносишь удар тараном. Прикольно. Так, руй дронов давай заделаем. Давай заделаем. Бля, прикольная игра. Напоминает мне кое-какие игры, другие, но, блин, прикольно. Так, противники... У противников есть сопротивление, да? Хорошо. Можете нажимать правую кнопку мышки на противниках и видеть их эффекты. Ох, капец тут циферок, буковок. Офигеть. Хаус чарж заделали. Вэпон дизраптед. Надо щиты включить. Давай. Врубаем щиты. Отлично. Так, теперь нам говорят бридж-шот сделать. Ну хорошо, давай шмалять. Тут я вижу у нас глазик, это главный, да? Он у тебя самый мощный. Шип дизэблит экспоузит. Хорошо. Отлично. Комбо будут наносить больше урона. Больно-то вообще-то. Блин, надо было еще понять, какие комбо, что делать. Так, кислотные бомбы. Давай, по всем он пойди шмаляет, да? Так, они получили эффект. Кислотная бомба. Капец. Когда у кораблей критическое количество жизней, еще один урон, хотя бы одна единица, и они взорвутся. Так, можно попробовать их немножко подлечить. Ну да, есть что-то в этом. Так, теперь стрейф... Стрейфин-ран. Давай. Отличная работа. Однако корабль адмирала в плохом состоянии. Надо его починить. Давай. Да, я вообще-то совсем поплохе, в жизни вообще нет. Блин, прошивку нам пробили. Ё-моё. Так, думкэнон. Давай, шмаляй. Капец тут орудие просто массового поражения. Блин, критическое состояние. Капитан Макларен вздыхает. Нет. Мы все умираем с тазис-лок. Я не знаю, что он делает, но давай, это обучение. Так, двигатели выключены. Корабль деактивирован. Круто. Теперь давай завершим его дредноутом. Ой, он сейчас типа протаранит его. Бам. Жёстко. Нет. Нет, номер один. Нет. Они убили его, суки. Я знал его. Ой, чё, мы взрываемся? Я знал его ещё с Академии. Адмирал. По всей галактике открываются новые-новые порталы. Уху. Какой же нам трындец. Нас окружили. Адмирал, нам надо срочно отходить на Гальсион 6. У меня... Никуда ты не идёшь, человек. О, боже мой. Что это за говно? Быстро уходим. Уходим. Командир, кажется, мы потеряли связь с адмиралом Бремахандра и 12-м флотом. Гальсион 6. Старбейс Командер. Это мы, типа, да? То есть нам надо будет, по идее, флот свой снарядить и, по идее, дать отпор этим пришельцам. Откуда они взялись, что за говно? Как тираниты, знаете, из другой галактики прилетели. Так, с уничтожением 12-го флота и с малым количеством информации, федерация пока что не знает, что делать с этими пришельцами. И нам нужно больше сил, чтобы им дать отпор. У нас не так, чтобы и много выбора, но мы должны дальше работать над экспериментом адмирала Бремахандра и попытаться открыть новый источник энергии на станции. В то же время противники могут очень скоро обнаружить нашу слабость и переломить ход этого сражения. Выберите вашего первого офицера. Ох, ё. Нифига себе. Интересно, тут так много всего. Я понимаю, я так понял, это игра что-то типа рогалика даже. Да, раз как тут столько всего. Так, он типа прошивку пробивает, этот у нас на оружиях, это у нас Crew Panic, он панику закидывает на порога. Ага. Vulnerable. Это слабости, типа он очень уязвимый. Эти как раз-таки против паники, ну то есть очень паникующий чувак. А эти сенсоры оффлайн, минус 30% точности. Охренеть. Ну давай возьмем оружие. Вот этого первого офицера возьмем. Так, да, да, мне нравится, подходит. Не очень хотел вас будить, командир, но похоже у нас кое-какая ситуация. Наши датчики засекли флот, который идет с этого направления. Сигналы предполагают, что это пираты. Мы должны... А, то есть мы ожидаем их прибытия к станции через 48 часов. В таком случае нам нужно будет защищать себя. Наша команда будет работать 24 на 7 и приготовиться к сражению. Командир, приближающийся флот, который мы обнаружили, зашел в наше, так сказать, пространство. Это один пиратский корабль. Короче говоря, они с нами хотят связаться. Звездная база Федерации. Наши скауты обнаружили, что ваш флот куда-то намылился. И теперь вы станете, так сказать, на колене перед Адмиралом Зебом и кланом Зилотов. Ну что, держись, Звездная база. Мы скоро вернем вас туда, откуда вы прилетели. А можно сдаться? Да ты че? Нет, я буду сопротивляться до последнего. А, забыл, что вы любите немножко пошалить чертовы адмира... Чертовы федералы. Готовьте свои задницы. Скоро туда заедет маленькая торпеда. Командир, в таком случае нам нужно срочно зайти в опцию Старшип Креэйшн. И че там она делается? Шип констр... А, мы уже... Сейчас построим кораблик. Сколько, говорите, у нас на времени? 48 часов? Даю вам 2. Так, рога можно заделать. Ну такой маленький кораблик. Теперь нажмите Констракт Шип. То есть я вижу, тут можно даже строить... 3 дня? Да ладно, а как мы его сделаем? А как мы его сделаем за 3 дня? Алло. У нас нет времени. То есть они сидят у нас тут просто тусуются на орбите и ничего не делают? Ну ладно. Командир, у нас Т- через 3 секунды выйдет. 3, 2, 1. Так. Генератор энергии диплойт. Блин, прикольно. Мне нравится, как тут много очень роликов таких интересных. Казалось бы, вроде обычная игра типа рогалика. Но как же много тут всего в плане катсцен. Вот даже просто корабль делаем. Если это единичная катсцен, то все равно круто. Командир, эксперимент был удачный. Все сканеры говорят, что корабль готов и экипирован. Кораблю теперь только нужен офицер. А у нас как раз есть один. Ну что, может быть, дадим пиратам по зубам? Давай сюда. Так, выберите кораблик. Давайте вот этого рога возьмем. И все, что ли? У нас только один корабль? То есть у нас не было ни одного корабля вокруг нашей станции? Бред, блин. Ну хотя бы один оставили. Так, перед каждой битвой вы можете подготовить свои корабли, конфигурируя их высадку. Хорошо. А что можно сконфигурировать? Типа некоторые скиллы... Та не, мне нормально. Я пока что по стандарту пойду. Так. Что ты умеешь делать? Давай почитаем. Engines done. Плюс 20, crew panic. Weapons disruption. Vulnerable. Это типа он против... Я понял. Короче говоря, типа он не особо уязвимый. Довольно его сложно пробить. Но зато по двигателям можно вмазать. И минус 25% скорости. А, но это не особо нам важно сейчас. Так, terror tactics, spray and pray. Дамаг дает. Тут он у нас... Тоже дамаг, только дамаг команде. А у нас как раз таки команда для паники, да? Не, у нас crew panic 0. Хорошо. Так, у нас тоже скорость низенькая. И слишком легко нас можно пробить. Зато оружие у нас мощное. Давай тогда попробуем его шмальнуть. Харас. Давай нахарасим его. Поехали. На. А нам насрать. Так, может быть еще теперь какой-нибудь очень... О, engines down. Давай ему двигатель немножко подобьем. На. Что, не особо тебе нравится? Ну и добьем давай его. Первое обучающее, так сказать, сражение. После того, да, где с пришельцами и адмиралом. Но тем не менее. Так, бита выиграна. Материалы дали. И темная материя. Сейчас будем по темному сидеть. Это моя первая битва. Первая победа. Командир, у нас... Это дальнее сообщение идет. То есть, ну, сообщение издалека. Вывожу на экран. Я не верю, что мы встретились. Называй меня просто адмираксом. Этот титул... Говорит о том, что я мега мощный. И самый могущественный пират в этом секторе. И теперь командир. Может быть, мне стоит назвать тебя действующий командир. Мои шпионы сказали мне, что я должен тебя поздравить на твоем новом посту. Ну, а также они меня проинформировали, что ваш флот также свалил с этого сектора. Оставив вас наедине. И, судя из этой информации, ждите меня с распростертыми объятиями. Так как это моя территория. И теперь станция эта принадлежит мне. И не очень это хорошая новость для вас. Но я все пиратские кланы снарил сюда. Я очень советую вам поджать свои хвосты и вернуться в ваше пространство федерации. Если вы немножко думаете по-другому, то готовьте вашу задницу. Смазка у меня всегда в заднем кармане. Черт, потеря, тут пираты, они нападают у нас. Они по КД нападают. Время умирать, чертова свиньепи федерации. Я отомщу за разупа той слайсера. Отрезателя пальцев. И уничтожу эту станцию и принесу ее осколки Адмираксу. Я поаплодирую тебе. В следующий раз готовь свой рот тщательный. Блин, тут уже два корабля, они маленькие. Шиф МК-1. Блин, а наш корабль не чинится, да, вообще никак? Подвижка вижу надо бить. Давай по движкам. А, все. Ингейш инеми. Тут я вижу, по движкам надо шмалять. Ай-яй-яй, вы что, префайеры? Ё-моё. А мы выжимем вообще? Ну, не сильно это и нам и помогло. Но бьют они больно. Так, давай добьем его. Так, первый готов. Мимо. И этого давай тоже по движкам. Хорошо. Мимо. И набиваем. Ну, пока что сражение не тяжелое. Единственное, что проблема у нас, жизнь не восстанавливает все корабля вообще. Так, еще ресурсов дали, хорошо. Знаете, мне кажется, либо их немножко больше, чем нас. Вы можете вернуть ваш флот на Старбейс. Да, очень надо. Починиться надо срочно. Командир. Команда хочет провести некоторые исследования. Нам нужны новые сочи энергии. Хорошая новость от наших исследователей. Они обнаружили, что корр реактор можно починить. Давай. Типа улучшить его можно. Капец, тут еще исследование есть. Вы что, с ума сошли? Это что, икском какой-то? Исследуем реактор. Добавляем плюс 20 энергии. А где наша энергия? Мораль даже есть команды. Команда. Материалы, термоматерия, топливо, дроны. Жизнь станции. Офигеть. Капец, тут сколько всего. Это что, это что, это реально икском? Вы смотрите, что происходит. Отлично. Капец. Ну, давай, исследуем. Тут какие-то руины на нашей станции. Как наши станции руины? Ладно, мы когда в икском играли, там понятно было, что еще происходит. Да, типа, то, что... Это как она называется? Правильно. То, что мы типа под землей копали новые отсеки и комнаты строили. А тут-то что? Это станция наша. Она в воздухе просто висит. Ну, в космосе. Капец. Командир, мы очистили зону, как вы и просили. Плюс 2 опыта и 24 материала. Окей, спасибо. Так, ваша команда очистила комнату. Диотриумный реактор. Да, строим его. Блин, это реально икском? Это икском. Возвращайтесь на карту. Хорошо. Теперь скипаем время. Блин, я не хочу напризнавать, что это игра икском. Так, у нас миссии даже есть. Не то, чтобы это было плохо, кстати. Так, станция запитана энергией. Командир, теперь наши сенсоры снова в сети. Так, о, мы теперь можем посмотреть нашу область Терранской Федерации. Ну, тут везде полная жопа, как я вижу, да? Да. Нажмите на панель с миссиями. Так. Distressed Refinery. Нам надо сюда, да, отправить наш флот? Давай, отправим. Так, блин, корабликов жалко нет у нас. У нас только один. Но зато хотя бы его починили. Так, тут у нас есть... Ой, пришельцы. Они все-таки еще тут. А что вы умеете? О, Hull Bridge. То есть вам нужно обшивку пробить. Саботаж, сенсоры оффлайн. Нет, давай я поменяю некоторые навыки. Vulnerable. А есть у нас на прошивку пробитие? Неа. К сожалению, нет. Ладно, будем так биться. Давай сразу же по движкам тебя вмажем. Хороший урон. Так, и дальше давай телепортирующаяся взрывчатка. На. Че, нравится? I, Alien, Science. Кабрин Лау, стратегист. Давай постреляем. Тут, короче, какой-то, типа, ученый их находится. Ну и добивай. Блин, реально тираниды какие-то. Жесть. Че они тут делают? Так. Та-та-та-тар-та-там. В общем, классно, что мы уничтожили этот корабль пришельцев. Он уничтожил одну из наших турелей несколько дней назад. Так же он немножечко навредил нашей станции из-за подзарядки. Хорошая новость в том, что мы можем все-таки резервуары наполнить. Только прикажите, и мы переправим топливо к нам. Да, конечно. 15 топлива. Все. Теперь можно назад возвращаться, да? Давай назад. Отлично. Плюс 15 топлива. Так. Хорошо. Командир. С текущими событиями команда чувствует необходимость получить от вас брифинг. Точнее, она хочет от вас услышать наши главные цели. Upgrade the star base and the fleet. Recover Federation facilities. Investigate space pirates. Типа либо пиратам пойти по зубам настучать, либо восстановить заводы и всякие предприятия федерации, которые тут, видимо, от пришельцев пострадали прям пипец как. Или улучшить нашу базу и флот. Давайте, нам надо самим улучшаться. Так, подожди, подожди. А, это типа мы сейчас обучение сделаем, да? Какое-то. Давайте офицеры, давайте офицера. Билтен офицер академии. Хорошо. Подожди, еще раз. Хорошо. Затем надо... А, это типа мы можем посмотреть, какие наши цели. Все, это миссии. Так, вторжение. Да-да-да, мы должны исследовать все эти места. Хорошо. Ну и пиратам, естественно, надо дать. Я, на самом деле, сконцентрировался бы сначала на пиратах, потому что они будут постоянно нападать на нас, по идее. Значит, намекают. То есть, это было обучение, да? Хорошо. Так, вам нужно повысить нового офицера. Я приготовил список офицеров. Ага, нам еще дают этого. Хорошо. Можно еще, кстати, 4 реролла сделать. Так, сенсоры оффлайн. Он может прошивку сбить. Хорошо. Space Combat. Сальва, Quick Tune Up, Reming Speed. Хорошо. Ground Combat. Ground Combat? Подожди, у нас есть еще сражение не только в космосе, но и на земле. Тут охренеть. Я, наверное, возьму себе вот этого чувака. Рамзея Кобурна. В этом случае, она не родственники с моим предыдущим командиром. Так, Federation Facility Distress Signal. Где-то сигналы мы получаем. Наверное, отсюда, отсюда сигналы. Короче, тут я вижу, у нас, типа, реально очень много всего интересного. Так, тут топливо можно всегда пополнять, да? One fuel per day. Ага, хорошо. То есть, типа, можно 22 дня подождать и забрать весь топляк. Так, окей, так, у нас тут стратегист, механик. Кораблик, получается, новый, наверное, создать нам сейчас. Так, надо исследовать новые места, потому что... О, офисер quarters. Так, подожди, мы можем качать офицеров. Ё-моё. Жесть. Ground Space. То есть, каждому командиру можно дать прокачку еще. Офигеть. Так, я бы отправил, наверное, Тосковейбл. То есть, нам надо что-то построить, да? Пока не могу. А, офицера надо добавить, да. Давай вот тебя, например, подтверждаем задачу. Строим все это дело. Нам надо корабль построить. Так, очистили. Хорошо. Теперь тут мы с вами строить должны что? Materials Multiplier. Так, 60 из 80. Я могу еще 20 энергии потратить. Реактор у нас есть. Увеличивает получаемое количество темной материи. Вот это хорошая штука. Each Materials Multiplier. Modul Increase the amount of materials gained. О, материалы можно получить. Круто. Давайте материалы пока что. Звучит интересно. Так, а кораблик мы можем сделать? Starbase Approach. Хорошо. А как кораблик строить? Еще разочек. Вот, Ship Management. Хорошо. Мне нужен, наверное, еще один корабль. Сейчас. Вот, Ship Construction. Ох, капец. Тут их видов сколько. Рыцарь тут есть у нас. Warder, Akali, Disciple, Federation Shuttle. Это просто шаттл, наверное. Да, он бесполезный. Тактика, инженеринг. А, нам нужен инженеринг, да? Давай рыцаря сделаем. Construct Ship. Есть у нас ресурсы? 45 команды. И 300... Да, есть, конечно. Строим. Естественно, строим. Блин, офигенно на самом деле играет. Это только, знаете, космический XCOM. Что-то в этом есть. Мне игра определенно нравится. Ладно, ребят, давайте на этом моменте закончим. Новый класс появился. Да, вот, давай, механика туда сразу же. Все, у нас есть теперь два корабля. Мы теперь можем даже отправляться кого-то этим бомбить. Давайте на этом моменте закончим. Подведем какие-то итоги по игрушке Galseon 6. Прям мне дико она нравится пока что. Что могу сказать про нее? Во-первых, мне нравится ее геймплейное разнообразие. То есть, по сути, она выглядит и играется как XCOM, но про космос. И у нее очень много возможностей. И комнаты можно строить, как в XCOM, да? То есть, базу свою расширять. И кучу миссий отправлять. Как, знаете, как по земному шарику мы отправляли в XCOM наших оперативников по всей земле. Сопротивление пришельцам. Тут, кстати, тоже пришельцам мы будем сопротивляться и воевать с ними. Что тоже параллель такой можно провести. Только в космосе, опять же. Там тоже мы нанимали войска, да? Нанимали оперативников в XCOM. Здесь мы тоже строим корабли. По сути, нанимаем этих адмиралов. Ну, не адмиралов, как они, собственно, офицеров. И то же самое делаем. Практически один в один. Я еще думаю, что можно будет потом их качать, улучшать и прочее, прочее. То, что мы уже немножко увидели, но это не все. Тут еще и древотехнологии есть, которые нужно исследовать. Офигеть. Вот прям реально геймплейное разнообразие у игры хорошее. То есть, здесь можно надолго и круто залипнуть. Если честно, я не пожалел, что я бесплатно взял VGS. Она офигенная. Для бесплатной игры это просто офигенная игра. Игра как за деньги, ну, наверное, тоже крутая. Пока что не знаю даже, сколько она стоила, если честно. Дальше. Из способов хочу отметить, наверное, то, что у нее классное музыкальное... Давайте аудиовизуальное наполнение. Так и напишу. То есть, у нее и визуал довольно приятный, пиксель артовый. И музыка на заднем фоне очень приятная. И звуковые эффекты. То есть, аудиовизуальное наполнение у игры хорошо. Мне дико нравится. И доставляет. Что еще у этой игры классно? Так это нормальное и грамотно сделанное обучение. Вас проведут за первые 20 минут игры по всем... По всем основным механикам игры. И расскажут, как в это играть, куда нажимать, что делать и так далее. Плюс еще есть и сюжет. Ну, сюжет здесь довольно такой простой, мне кажется. По крайней мере, поначалу. Довольно клишированный. Но, тем не менее, почему бы и нет. Напоминает, если честно, мне сейчас игру Star Renegades. Вот, наконец-то вспомнил ее название игры. Там тоже была пошаговая тактическая стратегия. Тоже надо было воевать с пришельцами из какой-то там другой галактики, из дальнего космоса. Непонятно, что происходило. И тоже в пиксельном стиле она была сделана. Прям один в один, если честно. Как эта игра? Но эта игра больше XCOM напоминает. Та игра больше напоминала игры типа Final Fantasy, например. То есть JRPG-шные. Какие минусы у этой игры есть? Ну, я даже не знаю, что тут такого прям можно выделить. У игры очень много всего классного по части геймплея. Единственное, что, конечно, русского языка не хватает. Но в таких играх его ожидать довольно глупо. И единственная возможность, так это либо на английском играть, либо ждать фанатского русификатора. Который, может быть, есть, я не чекал, если честно. Я просто игру в EGS я скачал и начал играть. И, если честно, мне абсолютно это не мешает. То есть я английский чуть-чуть знаю, как вы заметили. Мне это абсолютно не помешало. Так что минусов, наверное, каких-то прям слишком бьющих по глазам я выделить не могу. Какой же палец по итогу я поставлю этой игре? Конечно же зеленый палец вверх. За бесплатно это отличная игра. За деньги, тут надо смотреть, сколько она стоит. Потому что я, например, не готов за эту игру отдавать, например, больше 300 рублей. То есть если она стоит 200-250 рублей, это классно. Если 300 и больше, ну, вряд ли бы я ее купил, если честно. Так что бесплатно кто ее взял, обязательно в EGS не оставляйте ее пылиться. Поиграйте, это прикольная пошагово-тактическая стратегия. Мне пока что, по крайней мере, по первым получасам игры понравилось. А на этом все. У микрофона был Мистер Чезер. И с тобой впервые обязательно подписывайтесь на мой пока что маленький космический канал. Нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте. И не забывайте переходить по ссылочкам в описании в нашу группу ВКонтакте, в Дискорд-сервер и на наш Твич-канал, где мы постоянно стримим всякое разное и интересное. На этом все. Всем удачи. Всем пока, капитаны. И адмиралы тоже. Субтитры сделал DimaTorzok